Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ки. Мы сегодня у нас с новой серией на проекте Machine Holy Play. Это второй сервачок, то есть елов. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Но если ты, братишка или сестренка, хочешь хорошенько стартануть и получить на хляву 450 тысяч, то просто бери и вводи мой промокод. Пишите слэш мэм, седьмой пункт промокод, указай друга ютубера и вводите промокод полканов. За этот промокод вы реально получите 450 тысяч, если просто вкачаете 10 уровень. А вкачать уровень очень легко с помощью квестов, поэтому вводите промокод, проходите квесты и забирайте свои бабки. Но в этом ролике я вам быстро покажу систему ограблений, что и как нужно делать, как это вообще работает. Я думаю, видосик будет довольно-таки интересный. Да, пацаны, с опозданием записываю данный контент, так сказать, потому что уже все сняли об этом ролике. Но я думаю, ничего страшного, пацаны. С моей стороны, вы тоже должны увидеть, как это все выглядит. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пацаны, реально. Кто не подписан, пожалуйста, подпишитесь, потому что я очень хочу до нового года добить 22 тысячи подписчиков. Поэтому, если ты меня смотришь без подписки, пожалуйста, подпишитесь на канал. И давайте постараемся в этом ролике набрать 200 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Ну что ж, пацаны, сейчас я вам все покажу, расскажу. Поэтому смотрите ролик от начала до конца. Всем желаю приятного просмотра. А тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, дамы и господа, давайте начнем по порядку. Что вообще нужно делать? Первое, что вам нужно сделать, это вам нужно состоять в нелегальной организации, чтобы вообще грабить, как бы, дома. Если вы будете не состоять в организации, именно криминальной, то у вас, в принципе, ничего не получится. И вам просто Виталик не ответит на звонок. Поэтому вам обязательно нужно состоять в какой-то криминальной организации. Либо это мафия, либо ПГ. Я думаю, с этим, в принципе, все понятно. Как вообще найти Виталика? Вы пишете, слэш кау, получается, вот такая вот команда. И здесь Виталий, вот его, как бы, номерочек, девятый пункт. И вы просто ему набираете, в принципе. И он вам должен скинуть координаты, где он, в принципе, как бы, находится. А, вот, все. Он скинул нам свой адрес. Отлично. Вот такая вот, пацаны, темка должна произойти. Здорово, адресочек сейчас скину, поддержай. То есть у нас появляется метка на карте, где он сейчас находится. Хочу еще рассказать о том, то, что Виталий меняет по сцену свое местоположение после рестарта сервака. То есть, допустим, сегодня он в одном месте, завтра он будет в другом месте. Поэтому вы к нему, получается, приезжаете. И здесь вы можете почитать просто-напросто информацию о том, что вам нужно делать, как это все происходит. То есть здесь коротко все написано и описано. Я думаю, вы это понимаете. Потом, пацаны, что вы делаете? Получается, в определенное время, то есть это происходит, по-моему, через каждые 2 часа, просто-напросто появляются контракты. Всего появляется там 3-5 контрактов, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот здесь, получается, будет список контрактов, их сейчас нету, как бы, потому что еще не время. То есть там будут обычные контракты, средние и премиум. Чем лучше контракт, тем больше бабок вы можете заработать. То есть я в этом ролике не покажу, насколько это прибыльно, но если вам попадается реально хороший контракт, особняк, либо коттедж, то там можно заработать, пацаны, от миллиона рублей примерно. А если у вас еще мусора не спалят, вам еще сверху накинут очень много бабок. То есть у нас был обычный контракт, поэтому в плане заработка я вам в этом ролике ничего не покажу. К сожалению, но если вы на этом ролике покажете очень хорошую активность, то, возможно, я запишу еще раз видео, постараюсь уже словить нормальный контракт, либо просто кого-то попрошу с ним поехать грабить, если он словит контракт пиздатый. Так, вон наш фургончик, ебать, щас будем грабить, ебать, щас будем грабить, ебать, копать, нахуй. Ебашим нахуй, ебаный в рот, блядь. Подожди, это где 246-й, это у нас... О, Батырево, ебать, он рядом еще находится, вообще заебись. Вообще пахую, ебать. Пахую, как воробью, нахуй. Бля, наконец-то ограбление, ебаный в рот, блядь. Слава богу, нахуй. Нет, это пацан нормальный, ебать, попался хотя бы, в долю взял, ебать. Пахую, как воробью, а воробью, как пахую. Так, пиздим, ебать, щас вижу, тапочки. Бля, дом хуёвый, да, походу, вообще, до горя. А что тут нажимать надо, слышишь? Какую-то хуйню нашел, я не знаю, что это такое, но что-то я нашел, короче. Я ж кнопку, ебать, держал, какого хуя. А ты вообще грабишь, чё ты, бать, отдыхаешь просто? Заебись, конечно, мы тут грабители, ебать, от бога, нахуй. Я хуевю просто. А чё нихуя не ма, блядь, я ничего не списывал до сих пор. Я ничего не подобрал даже. Стоимость контракта 53 тысячи, ебать. Что за залупа, хуй его знаю, да? Гантеля, крестик и планшет, заебись. Что, всё? Едем, типа, всё? Это всё, что у нас получилось, спиздить? Серьёзно? Что, в натуре вот это всё, ебать? А хули так мало, блядь? А хули там, блядь, гантеля, ебать, а хуя, ебать. Сука, ебать, он бедный, ёбаный в рот, мне пацана жалко, нахуй. Не, ну, блядь, я хотя бы понял, как это делается. Он, ну, полетел, ебать. Въебался, нахуй. Ты видел, как он въебал? Бля, я в ахуе, пацаны, я думал, будет поинтересней. Не, ну, контракт хуёвый, конечно, да, попался. Ну, а так, в целом, в принципе, всё понятно, как бы. Если попался бы пиздатый дом, тогда, я думаю, мы бы заработали бы намного, намного больше. Я хотя бы понял, как это делается, потому что эти контракты поймать, это я не знаю, блядь, что надо делать. Потому что людей пиздец много. Ебать, бизнесмены, нахуй. Ай, 30 тысяч. Вау, как много. Давай я, ебать, дам эти бабки, короче. Короче, пацаны, тут можно как бы и нормально заработать. Если хороший контракт попадётся. Ну, либо заработать вот так вот, ебать. Короче, пацаны, я словил контракт. Твой самый первый, ёбаный в рот, пацаны. Там было людей пиздец. Я не снимал, потому что я не уверен был, что я словлю. Поэтому я не снимал сам процесс. Но, пацаны, я словил. Обычный словил, да, не какой-то мажорский. Я словил обычный, короче, контракт. Давайте я вам это покажу. Вот, информация, ебать, за 72 тысячи. Словил, ебать, как нехуй делать, ебать. Вообще, ебать, там столько людей. Там человек 20-30 было, чтобы вы понимали. То есть, мне реально повезло. Я ставил контракт. Сейчас, получается, едем на завод. Берём там всё самое нужное. У меня попался обычный дом, к сожалению. То есть, не какой-то там премиум, не среднячок. Попался самый обычный дом. То есть, мы там много бабок не заработаем. Но зато я сейчас в одиночку поеду туда. Будут грабить этот дом. Будет второе ограбление за ролик, понимаете? То есть, за это, я думаю, точно можно поставить лайк. И подписаться на канал. Покупка предметов для ограбления. Так, отмышка. Она вообще надо или нет? Ну, давайте купим похуй. Покупаем, ебать, отмышку. Всякую, ебать, хрень, которая нам нужна. Так, потом покупаем у нас сумка. Так, и покупаем одежду, я думаю. Так, вот униформу. Всё, пацаны. Успешно у нас всё, ебать, сделано. Всё охуенно. И теперь нужно арендовать, получается, фургон. Поехали, короче, на рыботёночку, ебать. Первый раз словил, пацаны, сука. Там столько людей, это пизда было. И там всего появилось где-то, ну, 5 контрактов. То есть, я, к сожалению, не снимал этот весь процесс. Ну, я реально, ну, не думал то, что я славлю. Типа, я на расслабоне стоял, просто музыку слушал. Такой, остаётся минута до пайды, ебать. Я такой, выхожу с машины. И бац, просто словил, понимаете, контракт. Так, девочка, пай, рядом жиган и хулиган. Ла-ля-ля-ля. Ох, нихуя себе домик, кстати, ебать. Уху, ебать, Маруська, ебать. Так ты шоу, ты там домина нормальная, пацаны, да? Иди сюда, моя рыбка, нахуй. По-любому сигналка сработает, потому что я глушилку не покупал. Она стоит всё 50 тысяч. Ну, типа, смысл, если у меня дом, ебать, обычный. На энтузиазме, так сказать. Чисто, ебать, потихонечку. Понимаю, ебать. Вы шо, дядьки, потерялись, чешо, ебать. Вы думали, меня убили, то всё, ебать. По идее, что работа у меня ещё есть. Та, ебать, соси тиху, ебать. Что я могу сказать, пацаны? Сейчас, ебать, вернёмся, да? Не таких бы, ебать, видали, так сказать, пацаны. Поэтому всё сейчас будет красиво. Ебать, думали, шо, ебать. Кирюшка, всё, ебать. Чики-пики, ебать. Они должны были вообще меня арестовать, по сути. Я не понимаю, зачем они меня убили. Они должны меня были просто-напросто арестовать. Но они почему-то меня сразу просто убили, и всё. То есть, мне кажется, они немножко некомпетентно поступили. Но мне похуй. Зато, как бы, я сейчас не в тюрьме. Я сейчас быстренько покупаю маску. Ориентую тачку. И еду просто обратно. И пусть они хуй сосут, ебать. У пьяной обезьяны. Итак, пацаны, короче, попытка номер два. Бля, сейчас сломан, по идее, мы должны нормально взломать. Главное, чтобы просто мусоров не было. Я так понял, пацаны рядом дом грабили. Походу, они его быстро взломали. И мусора поехали сразу ко мне. А их они, короче, походу, не трогали. Бля, я думал, утром наоборот, мусоров нету. Я вообще охуел. Меня тупо сразу положили. Ладно, арестовали, но, блядь, тупо сразу убили, прикиньте. Я не знаю, мне кажется, много мы не спиздим, блядь. Я боюсь, что обратно мусора приедут. Они, по-любому, мне кажется, приедут. Это 100% просто. Пока я сейчас буду пиздить, просто мусора приедут, меня повяжут и пиздец. Ну, я хотя бы вам примерно покажу, как это всё происходит, пацаны. Хотя, мне кажется, может, с этого дома мы их заработаем нормально, бабок. Бля, хуёво, что ты так сидишь, ебать, в анимации просто, что-то пиздишь. И тупо мусора могут забежать тебе в спину и пиздец. И ты ничего не сделаешь. Нет, походу, хатка, пацаны, хорошая. Я думаю, что-то реально можно неплохо так бабок поднять. Главное, чтобы мусора не приехали. Если, блядь, мусора, то всё. Нет, кстати, дом реально большой, пацаны. То есть, здесь много чего может реально спиздить. И меня это не может не радовать. Потому что до этого домка, который я грабил, был вообще не такой. Ваша сумка уже полная, отнесите её в машину. Блядь, я сейчас выхожу и тут мусора, да, по-любому стоят. Не, ебать, никого нема. Даже странно. Так, положить багажник. Вы положили багажник. Так, ебать, там предметов, кстати, дохуя. Реально, хата, пацаны, походу, хорошенькая, ебать. Блядь, это так долго он поднимает, это пиздец, реально, пацаны. Он очень долго поднимает. Телек, ебать, валяется, прикиньте, ебать его в рот. А чё на полу валяется хотя бы? Непонятно, да? Бля, пожалуйста, можно меня никто не словит? Я хочу продать. Тут реально, я думаю, нормально капуста получится. Так, сейчас обычненько, наверное, забираем вот эти деньги вот эти и съёбаем нахуй вообще отсюда. Потому что, реально, пацаны, страшно. Не хочу, чтобы меня мусора повязали. Ебать его в рот, пацаны, пиздец. Пиздец, и все мусора ко мне приехали. Я охуеваю просто, пацаны. Блядь, так всё хорошо было, ебать. Ну, смотрите, сколько мусоров, ебать. Чё, все приехали именно ко мне, блядь. Я не понимаю, реально. Все просто приехали именно ко мне. Все просто мусора, что есть, блядь, на серваке, приехали именно ко мне, блядь. Я просто в охуе. Ебать. Ой, блядь. А сумка-то у меня осталась. Сосать хуй! Ха-а-а! Ебать я их наебал просто. Не, пацаны, я это дело доведу до конца, ебать. Ха-а! Сосать хуй просто. Сейчас добежи, пацаны, арендую в машину и доедем, ебать. Ебать я их просто как лохов, ебать. Развёл нахуй просто. Пацаны, это, наверное, самое просто сложное ограбление, которое может только быть. Да, пацаны, я проебу бабки. Я уже проебал много бабок. Но я хочу довести это дело реально до конца. Я хочу, пацаны, это дело довести реально до конца. Чего бы мне это ни стоило, потому что... Ну, пацаны, это уже принцип, понимаете? Вот надо, ебать, довести дело просто до конца. Не, ну в любом случае, пацаны, за это лайк. Потому что, ну, я просто всеми силами стараюсь показать вам эту работу с разных сторон. Я вам её показал. То есть, меня один раз, ебать, убили. ФСБшники. Я вернулся. И меня ещё второй раз арестовали, как бы, и посадили. Я сейчас бегу обратно. То есть, ну, это, пацаны, реально жёстко. И я думаю, за это можно реально поставить лайк и подписаться на канал. То есть, такого контента, я думаю, ещё никто не делал. Всё, ебать его в рот. Ну и вон, нахуй, пацаны, с этими ФСБшниками вообще лучше не связываться, реально. Я думаю, то, что их утром будет мало, но их как-то дохера. Поэтому всё, пацаны, возвращаемся, короче, на базу. Продаем всё, что мы украли. И посмотрим, сколько мы вообще, в принципе, заработаем. Я надеюсь, я хотя бы смогу отбить свои деньги, которые я потратил на КПЗ. И потратил, в целом, на ограбление. Слава просто богу, пацаны, я сюда доехал. Тут ещё моя тачка стоит. Паршак. Вообще, всё шикарно. Так, у меня в сумке предметы, интересно, остались или нет? Так, походу, всё, что у меня было до этого, я проебал, да? Так, доля каждого составляет... Всё, пацаны. Блядь, если бы я не сел бы в КПЗ, я бы реально заработал бы бабки, пацаны. То есть, ну, да, я бы заработал ловешечку нормально. Меня когда арестовали, всё, что лежало у меня в сумке, оно как бы пропало. Если бы я ещё сумки этой продал бы, всё, что у меня было, я заработал бы где-то 1500, я думаю, минимум. Но это, пацаны, было самое просто сложное ограбление, которое могло бы только быть. Я думаю, такое получилось только у меня. Реально, пацаны, я просто в шоке. Я реально устал, то есть, я почти час, понимаете. Вот 45 минут я просто занимался ограблением. Я реально, пацаны, просто в шоке. Я надеюсь на вашу поддержку, на ваши лайки. Не забывайте подписываться на канал. Жду вас всех на втором сервачке. Все ссылочки в описании. Не забывайте видеть по помо-код. Всем спасибо за просмотр, пацаны. Всем просто пока-пока. Я надеюсь реально на вашу поддержку. Давайте на этом ролике наберём 200 лайков. Ролик реально получился интересный, но очень сложный. Поэтому я надеюсь реально на вашу поддержку. Всем пока-пока.